Всем привет! В связи со всемирной трагедией, а именно с распространением COVID-19, так как был введен карантин, образовательные организации в России перестали работать. Естественно, дети перестали получать образование. Именно поэтому стал актуален вопрос о дистанционном обучении. Совсем скоро все преподаватели в стране займут вот такое рабочее место, оставаясь у себя дома. Именно поэтому я хочу показать вам процесс одного из вариантов организации дистанционного обучения. Некоторые вещи, о которых я буду говорить, могут показаться вам совсем банальными, но поверьте, многие люди, особенно преподаватели в возрасте, не совсем разбираются с технологиями, и поэтому им нужна эта инструкция. Где и как мы будем организовывать дистанционное обучение? А делать мы это будем в социальной сети ВКонтакте, так как там присутствует весь необходимый инвентарь, а также функции, которые помогут учителю и ученику контактировать в полном объеме, дабы из-за карантина образовательный процесс не прерывался. Для того, чтобы организовать дистанционное обучение, каждый и учитель, и ученик должен иметь определенный инструмент. Это компьютер, либо ноутбук, телефон или планшет, а также подключение к интернету. В случае, если ученик не имеет возможности подключиться к интернету, то все задания ему будут передаваться каким-либо иным способом. Но теперь давайте перейдем непосредственно к делу. Первое, что нам необходимо сделать, это актуально для тех, кто еще не имеет своей личной странички ВКонтакте, это зарегистрироваться там. Для этого, если у вас смартфон, скачиваете приложение ВКонтакте и устанавливаете его себе. Затем открываете его и переходите в регистрационную форму. Для тех, у кого компьютер, открываете браузер и в поисковой строке вводите vk.com. Далее, внизу справа, если у вас браузер, видите формы, в которые необходимо ввести ваше имя, фамилию, дата рождения. И нажимаем кнопочку «Продолжить регистрацию». Далее от вас потребуется ввести свою страну и ввести мобильный телефон. Затем поставить галочку на пункте «Я ознакомился с правилами» и нажать кнопку «Получить код». После чего на ваш мобильный телефон должно прийти смс-сообщение с кодом, который необходимо ввести в данную форму. То есть у вас будет следующее сообщение. Вводите этот код в форму и нажимаете «Отправить код». Далее нам необходимо придумать пароль, в который будут включены латинские символы и цифры. И нажимаем кнопочку «Войти на сайт». Далее нажимаем «Продолжить». Настраиваем первичные данные для своего аккаунта. Страна. Город. Далее вы можете заполнять, либо не заполнять вуз и прочие данные о себе. И нажимаем «Продолжить». Также вам предложат ввести электронную почту. Это необязательное действие, можно указать это позже. Теперь ваша страничка готова к использованию. Давайте немного настроим ее. Для начала у вас есть рекомендации, которые вам предлагают сделать с новой страничкой. Например, загрузить фотографию. Это можно сделать для того, чтобы вас было проще распознать вашим коллегам. Нажимаем «Сохранить и продолжить». Теперь необходимо произвести некоторые настройки, для того, чтобы впоследствии вас могли ваши коллеги приглашать в чаты, то есть в беседы, в которых будет проходить дистанционное обучение. Жмем на иконку вверху справа, где ваша аватарка маленькая. Нажимаем далее «Настройки». Находим здесь «Приватность». Листаем немножечко вниз. Там, где заголовок «Связь со мной». И кто может писать мне личные сообщения, выставляем здесь «Все пользователи». Сохранять ничего не обязательно. Можно сразу переходить на свою страничку обратно. Но теперь нам нужно добавить первых друзей, то есть ваш коллектив. Слева в колоночке нажимаем ссылочку «Друзья». Вводим фамилия и имя своего коллеги. Нажимаем «Расширенный поиск». И здесь вводим более подробные данные. И затем нажимаем «Интер». Таким же образом ищем и всех детей, которые будут у вас участвовать в дистанционном обучении. То есть каждому педагогу придется добавить и всех детей, и всех учителей. Хотя это не обязательно, но лучше сделать. Если здесь у вас возникнут проблемы с поиском, а такое может быть, то попросите коллег найти вас. Возможно, им будет это сделать проще. Поданные вам заявки будут выглядеть следующим образом. Вам просто нужно нажать кнопочку «Добавить друзей». А сейчас поговорим о ролях организации дистанционного обучения среди педагогического коллектива. Прежде всего, работа предстоит классным руководителям. Им необходимо собрать со всех родителей своих учеников заявление на дистанционное обучение. Выглядит оно следующим образом. Его я прикреплю в описании, его можно будет скачать. Единственное, что в заявлении могут быть какие-либо различия в зависимости от региона. Заявления могут быть распечатаны и заполнены, либо заполнены от руки и отправлены любым электронным способом обратно классному руководителю. Далее педагоги совместно с классными руководителями, а также при помощи детей, если это необходимо, создают рабочие чаты, то есть беседы, в которых впоследствии будут проводиться дистанционные уроки. Получается, что эту задачу могут выполнить и классные руководители, и учителя-предметники, а также и сами ученики. А теперь давайте разберемся, как же создавать беседу. Сразу скажу, что в компьютере и в телефоне процесс немножечко различается, так как интерфейс браузеров и приложений немножечко разный. Попутно с созданием бесед я буду вам показывать структуру тех чатов, которые нам будут необходимы. Как это делается в браузере компьютера? Переходим во вкладочку «Сообщение», далее вверху находим плюсик справа «Начать беседу». Внизу видим название беседы и даем ей название, например, «Учительская». Создание беседы учительской я считаю необходимо для того, чтобы учителя могли общаться между собой, отдельно без учеников. После того, как ввели название беседы, здесь выставляем галочки «Кого мы хотим пригласить в данную беседу?». Например, «Педагога» и нажимаем «Создать беседу». После чего вверху мы можем видеть участников беседы, то есть в данном случае сейчас два участника. В случае, если нужно добавить позже участника, нажимаем «Добавить участника» и заново выставляем галочки «Кого мы хотим добавить» и нажимаем кнопку «Добавить собеседника». После чего мы можем начинать общение со своим коллективом. Следующим образом будет выглядеть беседа, в которую пригласили вас. В телефоне беседа создается следующим образом. Переходим в приложение, по центру находим кнопочку «Сообщение», нажимаем ее. Вверху находим иконку с изображением квадратика и ручки в центре. Нажимаем на нее, нажимаем «Новая беседа», выбираем «Собеседников» и нажимаем «Продолжить». Далее вводим название беседы и «Создать беседу». На этом все, беседа создана на телефоне. Далее по структуре. Так как учительскую мы уже создали и с коллективом общаться можем, но мы еще не можем общаться с детьми. Какие же чаты нам необходимо создать для того, чтобы впоследствии проводить дистанционное обучение? Правильнее всего создавать беседы по классам и предметам, где учителя-предметники непосредственно смогут проводить уроки непосредственно в свое время. В том случае, если бы создавать общие беседы, то текста и файлов будет настолько много, что в них уже разобраться будет невозможно. После того, как вы добавили всех детей, и если вы являетесь учителем-предметником, то вам больше делать ничего не нужно. Вы дожидаетесь своих уроков и начинаете непосредственно общение в этом чате. Если же вы классный руководитель и вы добавляли сюда детей, то вам необходимо еще сюда добавить учителя-предметника, который будет заходить в эту беседу и проводить урок. После того, как все беседы созданы, вы готовы к началу дистанционного обучения. Далее нас интересует вопрос организации дистанционных уроков. Для этого нам нужно создать расписание или оставить прежним. При этом во время дистанционного обучения и ученики, и педагоги будут собираться ровно так же, как и собирались при обычном обучении. Только у себя дома за компьютерами в беседах. Для тех, у кого не нашлось возможности подключаться к беседам через интернет, для тех будет задание передаваться иначе, как я говорил уже выше, например, по телефону. То есть имеется в виду, что, к примеру, в 9.00 начинается урок. В 9.00 и учителя, и ученики заходят в свою беседу, например, математика 5 класс. Далее с помощью подготовленного педагогом видеоматериала, либо аудиоматериала, либо каких-либо текстовых форматов получают задания непосредственно в группе. После чего выполняют их, осуществляют записи в тетради, если это необходимо, выполняют задания. Если необходимо, фотографируют выполненные задания в тетради и к концу урока выкладывают их в беседу. Для того, чтобы педагог мог проверить задание и выставить оценку в электронный журнал. То есть уроки будут практически идентичны реальным, в зависимости от типа урока. Будь то объяснение нового материала, будь то практический урок, или же форма контроля. Все осуществляется непосредственно в беседах. Также в конце уроков непосредственно в беседах у детей есть возможность оценить себя, оценить свои работы и получить оценку. Также дети не освобождаются от домашнего задания и также в конце урока в беседе они получают текстовые задания на выполнение к следующему уроку. Повторюсь еще раз, все соответствует практически реальным урокам. А теперь рассмотрим вопрос о возможностях бесед ВКонтакте. Самая простейшая из функций это написание текстового сообщения детям. Также в беседе имеется возможность записи голосового сообщения, если это необходимо. Если вам необходимо прикрепить сфотографированный материал, то это делается тоже просто. Таким же образом дети будут присылать педагогам домашнее задание, либо же выполненную работу в тетради. Также мы можем загрузить сюда заранее подготовленный видеоматериал, если вы снимали видеоурок, аудиозапись, если вы записывали аудиоурок, любой документ, если вы писали урок в текстовом формате, создать опрос и многое другое. Хочу подвести итог. Беседы ВКонтакте будет вполне достаточно для полноценного дистанционного обучения. Надеюсь, я смог показать вам пример дистанционного обучения, который можно проводить именно по этому пути. Также я надеюсь, что я помог осуществить организацию дистанционного обучения преподавателям, которые плохо разбираются в технологиях. Всем спасибо за внимание. Всего доброго.